приветствую и сегодняшняя наша тема это почему важно жениться на евреях ну соответственно еврейках ведь это похоже на расизм чем плохи не евреи и что делать если уже человек в отношениях с евреем находится тема непростая тема злободневная особенно для тех кого она касается непосредственно запрет быть с неевреем запрета строить семью с неевреем он прописан в торе есть спор мудрецов насколько он касается только тех семи народов которые проживали на завоеванных территориях до в канадской земле из семи народов вот но по всем мнением сегодня это по большинству мнения это запрета створ и который касается вообще сегодня еврейского мира вот есть некоторые мудрецы которые считают что запрета створ и только касательно вот этих семи народов остальные по обстановлению мудрецов как бы то ни было у нас есть достаточно много источников описаний в книгах мудрецов в книгах заповеди у рамбома и у других мудрецов которые в той или иной степени касаются именно про запрет жениться с неевреями даже запрет по всем мнениям это запрет и постановлением мудрецов даже какие-то как называется временные отношения они в общем тоже нам запрещены и возникает тот вопрос что происходит и почему на в чем такая в книге дворим например написано дворим 7 глава 3 пасук вылотит хатен бам бит халатит н лебно убит улоти кахливыных а да не женись написано не женись с ними свою дочку не отдавай его сыну и его дочь не бери твоему сыну вот и тут приводится прям не тут целый список несколько несколько пасуков которые они это только истор и вот и чтобы понять что же здесь на самом деле происходит а почему это так важно и значимо если чуть добавить некой идеологии да вот того не является ли это расизмом чем не евреи плохи и ответ что в общем это расизмом не является и речь здесь она не про плохость а именно про ту традицию которая она передается по-русски есть такое прекрасное выражение которое очень иллюстрирует и по сути отвечает на наш вопрос называется она впитать с молоком матери да то есть ребенок он когда рожается в этот мир то он получает из мира некую информацию есть там у де такое выражение называется чистый лист по-русски тоже есть такое выражение с чистого листа то есть когда человек что-то изучает в молодости в детстве то в него это заходит и усваивается на каком-то намного более глубинном уровне чем то что в него входит потом то есть у нас есть очень простое такое даже психологическое объяснение того почему именно по матери передается еврейство вот то есть в принципе ребенок который рожден мы смотрим изначально нам на маму кто у него мама и второй момент мы смотрим на папу и в недельной главе как раз шмот рассказано про то про фараона который он постановил чтобы всех мальчиков египте убивали и только девочек оставляли и написано что там были что фараон позвал к себе еврейских рожениц не роженица этих акушерок которые помогали рожать вот и сказал им чтобы они убивали мальчиков вот на что рожениц написано что эти акушерки они боялись бога и всевышний им построил дома да то есть написано говорят объяснять нашему лице что значит он построил дома этим мире мюхэвет мама маша и сестра маша они были акушерками что значит основал им дома что произошли коины и левиты да то есть те которые служат в храме вот и от них датых потомков вот и соответственно почему именно коины и левиты да то есть у нас есть некая база потому что если бы египте убили всех мальчиков оставили девочки то они бы остались все равно и время вот но не хватало бы вот то есть было бы вот это впитанная с молоком матери некой традиции некой основа база но не было бы вот этого никого продолжения то есть у нас дайте то что вот эти наш вопрос нам надо посмотреть что дает ребенку папа и мама да то есть мама она дает некую основу то некую такую гавань куда ребенок может сюда прийти и вернуться получить какую-то теплую поддержку и папа дает вот этот некий вот это движение вперед это завоевание новых высот вот и соответственно если бы они убивали мальчиков да то дети остались бы и время но то что они оставили в живых мальчиков мальчики выжили то мальчики именно стали вот дали направление служения в храме вот это приближение к творцу на иврите жертвоприношения но имеет другое значение чем по-русски говорите курбан от слова литкарев приближаться вот и поэтому то есть вот здесь есть в эти значимые моменты то есть есть мама и папа и цельная семья где мама еврейка и папа еврей и соответственно получается у нас некое выполнение миссии которая заложена творцом вот и сейчас я попробую все это соединить и добавить сюда вот этот важный момент что добавить на системного взгляда что если мы посмотрим на всю историю человечество то она началась с адама правильно и у адам была некая задача которую он не выдержал испытание он эту задачу не исполнил и тогда соответственно вот эта задача она перешла ко всем людям к его потомкам и они тоже не исполнили то есть были какие праведники народов мира но вот эти праведники они не выдерживали испытания то есть они либо не выдержали испытания либо основе становились так называем праведниками в шубе окной когда всевышний сказал что будет потоп то он искал окей я строю ковчег и те кто приходил 120 лет но и строил ковчег это тут ним приходил то но и говорил что ребята вы живете неправильно плохо и поэтому всевышний хочет уничтожить мир да то есть он воздействовал с миром на по принципу ты меня спрашиваешь я тебе отвечаю вот не таков было в рам то есть есть значимая разница между другими праведниками которые жили в мире и авраамом потому что аврааму было именно активное воздействие авраам он именно приглашал гостей он звал он людям рассказывал сам то есть он именно влиял на мир и приглашал призывал людей к служению творцу то есть ему важно было именно вот приблизить людей к творцу и приблизить свое потомство творцу и написано в про авраама что тебя я знаю что ты все свое потомство стараешься вести за собой пойдешь за собой то в рамо рождается исхак у исхака яков и здесь эта система она уже выходит из разряда праведник шубе а переходит в разряд праведник который влияет на окружение которое в нем вокруг него и она достигает некого такого апогея в якове у которого написано что все его потомство на цельное 12 сыновей якова которые они составляют еврейский народ и на горе сина происходит качественные изменения в этом мире что окончательно закрепляется что другие народы не хотят исполнять ту задачу с которой не справился адам и есть у нас один народ в мире который эту задачу старается выполнить еврейский народ дверка она не закрыта тот кто хочет присоединиться к еврейскому народу поучаствовать исполнение этой задачи с которой не справился адам он может присоединиться есть у нас то что на русском называется празилийство есть у нас институт гиура да то есть человек может пройти гир человек может присоединиться вот но при этом вот основная миссия она вот именно здесь да то есть еврейский народ он подписался под это дело есть медраж красивый который рассказывает что перед тем как дать тор и еврейском народу всевышний послал ангела не этот ангел прошел по всем народам спасил ребята не хотите ли вы принять тору если народа отказались и народа спрашивали что в этой торе и есть такой медраж он забавный который говорит что там нельзя воровать и нельзя убивать и нельзя то и нельзя все и каждый народ говорил для нас это неприемлемо слишком сложно мы конечно можем иногда сдержаться но в общем выдержать это сложно на постоянной основе и только еврейский народ он сказал нас и вы не шма что до всевышний мы сделаем все что ты даешь мы тебе служим нам даже не спросили слышу однажды на уроке что если бы евреи спросили а что в ней что вторе то нам тоже бы нашли что-то что нам бы очень не понравилось но вот мало именно крутость того момента она была в том что евреи не спросили сказать все что ты даешь свыше мы твою тору принимаем там разберемся вот это нас и вы не шма мы будем ее исполнять а там уже посмотрим из чего она состоит то есть вот этот акт доверия всевышнему он был очень значим и в этот момент закрепилась вот это разделение вот поэтому когда мы говорим сейчас про то что нельзя жениться с неевреями то речь не про то что они плохие или мы хорошие или еще как-то речь про другое что у нас есть некая миссия который важно исполнить и уже было разделение да то есть уже был народы уже отказались и сегодня необходима то рамка которая она очень непростая все наши шестьсот тринадцать заповеди постоянное изучение торы и вся наша ритуальность соблюдение суббота привлечения творца в этот мир раскрыть и творца в этом мире это очень непростая задача она значимая и для того чтобы ее исполнить по настоящим исполнить необходимо именно особый вот эта рамка не нахожу лучшего слова по-русски особая рамка в которой можно в которой можно эту задачу выполнить потому что очень силен соблазн отойти придумать какую-то свою религию какой-то свой путь не то что всевышний в мире повелел да и мы в общем видим в мире много религий всяких разных эзотерик исламских христианских мир большой каждый служит богу как считает нужен вот вопрос в том что как всевышний хочет да как всевышний повелел и что является именно служение творцу они рукотворной религии вот и это будет отдельный вопрос вижу меня следующий вопрос сейчас него тоже запишу ответ откуда мы знаем что бог дал тору на горе сена это отдельный вопрос с традиции как она передается вот ответом на этот вопрос почему нельзя жениться с неевреями он именно про то что у нас есть некая миссия задачи которые надо выполнять и выполнить ее можно только будучи евреем вот и соответственно если человек уже в отношениях с неевреем то он будет просто в этой точке выбора находиться с кем он кто он реализует ли он свой потенциал еврея в этом мире или нет если он выбирает до реализовать свой потенциал еврея служить творцу то тогда у него будет общем выбор как с этими отношениями обойтись и тут будет место для разговора с партнером супругом что смотри вот я еврей или я еврейка у меня жизнь она вот такая ты со мной или нет и соответственно тогда партнер выбирает участвует он ли этом проекте или не участвует потому что реализовать задачу резать вот эту нашу сложную сложнейшую миссию можно только в рамках еврейской семьи где оба супруга они именно обязаны они именно находится под властью ту небес и в одном направлении то есть будучи вне вот этого еврейского потока это сделать невозможно есть то что сегодня называются потомки ноя да то есть есть движение бны новых которые исполняют законы творца и живут по законам творца на то что называется заселение мира который идет за справедливое правильное заселение мира вот но если мы говорим именно про задачу исполнения вот того исправления мира с которым не справился адам другие праведники которые они жили до в рама то эта задача она уже чисто еврейская и поэтому тут речь не про расизм а просто про вот узкую специфическую задачу которая может быть исполнена только одним определенным способом